Здравствуйте! На портал экзегет поступил вопрос. Что такое Таргум и когда он появляется? Таргум, собственно, можем мы обозначить как близкий к тексту пересказ или условно перевод той или иной книги Священного Писания Ветхого Завета на арамейский или греческий язык. Само слово Таргум происходит от еврейского Тергем, то есть, собственно, переводить-объяснять. И появление такого рода текстов обусловлено понижением уровня понимания иврита в иудейской среде. Итак, раввинистический иудаизм говорит о том, что первым автором Таргумов, ну или каких-то сходных форматов с ними, является книжник Ездра. И в этом смысле мы можем обратить внимание на, например, восьмую главу книги Ниемии. И здесь мы увидим, что вот Ездра читает переселенцам книгу закона, но возникают проблемы с ее пониманием. Например, пятый стих. Дальше перечисляются имена левитов. Вот здесь в тезисах о том, что поясняли и толковали, мы можем увидеть не только мысль, например, о растолковывании каких-то сложных смыслов. А по всей видимости, как раз попытку пересказать то, что Ездра читает на иврите, аудитории, которая давным-давно говорит на арамейском. После событий вавилонского плена и далее, по всей видимости, арамейский стал таким вариантом лингва-франка, такого международного языка для всего Ближнего Востока. То есть практически все народы, которые так или иначе испытывали влияние Месопотамского государства, то есть Вавилонии, Персии, могут быть обозначены как попавшие под в том числе арменизацию. И по всей видимости, действительно, на материале тех же самых евангельских текстов нам можно сделать вывод о том, что, скорее всего, например, на период жизни и проповеди Христовой, арамейский был достаточно бытовым языком, опять же, ввиду того, что это язык семитский, близкородственный ивриту, так вот он был бытовым языком для иудейского населения. Стал же он им с момента как раз описываемого в данных книгах, то есть с Вавилонского плена и тех лет, которые, собственно, после этого плена Израиль пытался восстанавливать и Иерусалим, и храм. Однако первые известные нам торгумы, известные нам переводы на арамейский и греческий появляются все-таки в первые века нашей эры. Некоторые из них оказали определенное влияние и в христианской среде благодаря одному из виднейших богословов ранней церкви Оригену, это Третий век. Он создает великолепное, как бы мы сейчас сказали, критическое издание текста Ветхого Завета, Гегзаплы, где в шести столбиках, собственно, поэтому и именуется, да, от Гегза 6, Он предлагает варианты построчно библейского текста на иврите, в транскрипции иврита греческими буквами, в варианте септуагинты, то есть переводе на греческий текст, и в нескольких вариантах тех самых торгумов, то есть пересказов, которые он тоже использует не в варианте арамейского, а вот как раз в варианте греческого. Самые известные торгумы, мы можем вспомнить торгум Иоаннафана, торгум Анкелоса, они называются, например, по имени их предполагаемых авторов. Почему мы оговорились в начале ответа о том, что торгумы преимущественно пересказ? Потому что в отличие, например, от той же самой септуагинты, которая максимально пытается с иврита перевести дословно на греческий ветхозаветный текст, хотя тоже время от времени она допускает какие-то вставки разночтения, торгумы достаточно легко относятся к оригинальному смыслу текста. То есть в тех местах, которые кажутся пересказчику тёмными, не вполне понятными для аудитории, он совершенно спокойно допускает туда пояснение, которое параллельно мы понимаем является ещё и интерпретацией. Ну, например, какой-нибудь торгум на книгу Кахелет, на «Экклезиаст» содержит оригинальный пассаж в том месте, где книга говорит о том, что нет у человека судьбы, а ничто над ним не давляет. Торгум добавляет, что да, действительно, как сказано, нет у человека судьбы, кроме той, которая предсказана ему сиянием звёзд. Ну, то есть мы полностью увидели противоположный тезис оригинальному тексту. Не всегда так вольно ведут себя с текстом торгумы, но именно поэтому их претензию, например, на перевод мы, скорее всего, признать не можем. Сказать о том, что они пересказы, в том числе сохраняющие определённую интерпретацию этих мест для своего момента написания, а торгумы продолжают появляться и в поздней античности, и в раннее средневековье, и этим они для нас, кстати, и интересны, вот это мы заявить можем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись.